Что трампу не нравится в Северном потоке, 2. И кто должен заплатить за трубы? Кристиан Штайнер. Неуэзур Чарзей Тунг, Швейцария. 13 июля 2018 года. Трубы готовы к погружению. Совсем скоро будет вынута первая лопата грунта при строительстве газопровода Северный поток, 2. Но помешать строительству трубопровода, который должен будет транспортировать газ с сибирских месторождений через Санкт-Петербург в немецкий Грайфсвольд может только американский президент Дональд Трамп. Трамп не жалеет сил, критикуя подводную трубу. Как заявил президент во время одного из деловых завтраков партнером по НАТО, она сделает из Германии заложника. В ночь на четверг он с гневом написал в Твиттере, давать России доллары на строительство газопровода неприемлемо. Но слова президента, самого могущественного человека на Земле, лишь малая толика общей критики проекта. Для многих противников трубопровод уже давно как бельмо на глазу. США и в некоторых странах ЕС боятся, что Россия благодаря новому трубопроводу получит монополию на транспортировку природного газа и таким образом возьмет Европу в заложницы. Согласно такой логике, после введения в строй нового газопровода отпадут все сдерживающее русских моменты. В том же духе выступает и эстонский министр иностранных дел Свен Миксер. По его мнению, Северный поток, 2, не экономический проект, а геополитический маневр Кремля, так как труба представляет собой угрозу для безопасности прибалтийских государств и нарушает энергетические принципы ЕС. Критики проекта в ЕС и США аргументируют свою позицию в первую очередь соображениями безопасности. В мартовском послании 39 сенаторов США призвали президента всеми доступными ему средствами противодействовать прокладке трубы и ввести санкции против фирм-операторов и их международных партнеров. По мнению сенаторов, у Кремля только одна цель – с помощью новой трубы обойти Украину как страну-транзитера и тем самым поставить под угрозу хрупкий мир в этом регионе. В настоящее время Старый Свет снабжается преимущественно газом из России, Нидерландов, Норвегии и Великобритании. По мнению экспертов, в 480 миллиардах кубометров газа, ежегодно потребляемых в Европе, в ближайшие годы необходимо будет найти замену для 120 и 140 миллиардов кубометров, так как добыча газа в Нидерландах и Великобритании падает. Кроме того, газ дает возможность заменить нелюбимую всеми атомную и экологически грязную угольную энергетику. Европа становится, таким образом, более зависимой от газовых источников других стран. С точки зрения Газпрома, Северный поток, 2 частично решит энергетическую проблему Европы, поставляя туда ежегодно 55 миллиардов кубометров газа. Кроме того, российский трубопроводный газ несколько дешевле, чем, например, жиженный природный газ из США или Катара. Благодаря новому подводному газопроводу еще больше газа из России пойдет через Балтийское море и в Германию, самый крупный зарубежный рынок для Газпрома. Этот проект обойдется самой большой газодобывающей компанией в мире в 5 миллиардов евро. Кроме того, концерны из Германии, Австрии, Франции и Нидерландов дают еще 5 миллиардов евро кредитами, поэтому налогоплательщикам раскошеливаться не приходится. Но Россия собирается строить новый газопровод не только из великодушия и коммерческих соображений. Путинское правительство преследует совершенно ясную цель. Идея проекта родилась спустя год после начала украинского конфликта. Сегодня Европа получает приблизительно треть своего газа из России. Из этого количества почти половина транспортируется через Украину. За транспортировку России платят большие деньги, около 2 миллиардов долларов каждый год. Российское правительство хочет прекратить финансовую поддержку вражеского режима в Киеве. Все идет по плану. С 2020 года большая часть газа для Европы пойдет уже не через Украину, а по Северному потоку, 2. Некоторые страны ЕС, прежде всего Словакия, также потеряют доходы от транзита газа. Для Газпрома сэкономленные на транзите деньги делают недешевую газовую трубу привлекательной с экономической стороны. Но прекрасный новый мир для России без раздражающего транзита через Украину не так привлекателен, как может показаться. Платить за независимость от Украины будет, прежде всего, один участник проекта, сам Газпром. Как считает российский аналитик и эксперт по газу Михаил Крутихин, самой крупной газодобывающей компании в мире придется раскошелиться. 5 миллиардов, которые Газпром израсходует на Северный поток. 2. Всего лишь небольшая часть действительных суммарных расходов. Большая их часть выпадает на саму Россию. Ведь для Балтийского газопровода новые трубы нужно проложить от месторождения на Ямале к побережью. Эти расходы многократно выше, чем стоимость всего газопровода. Строительные фирмы хорошо заработают. Выигрыши будут близкие к Кремлю. Строительные фирмы и производители труб. Этим компаниям предоставили право, часто без всяких тендеров, проложить тысячи километров труб. Газпром превращается, таким образом, в нечто похожее на магазин самообслуживания для друзей президента. Крутихин, не единственный критик государственного гиганта. В начале года один из аналитиков Сбербанка указал на те же самые проблемы в стратегии газопровода и даже предоставил цифры. Согласно его отчету, Газпром должен вложить в дело 17 миллиардов долларов, для того чтобы избавиться от выплаты транзитных пошлин. Проект нового газопровода в течение 20 лет не будет приносить прибыли Газпрому, написал далее Сбербанк. То, что критика исходила от контролируемого государством банка, вызвало недовольство в руководстве Газпрома. Концерн жестко отреагировал. Шеф Сбербанка Герман Греф вынужден был извиниться лично за отчет, автор был немедленно уволен. Но все-таки проект приносит и некоторые надежды. Газовая монополия Газпрома в России зашаталась. Благодаря развитию эффективной инфраструктуры для жиженного природного газа, СПГ, строительству годных даже для арктических регионов СПГ танкеров, а также разрешению отечественному конкуренту Новотек экспортировать СПГ, в России возникает больше возможностей для конкуренции. Раз нефть также хочет отхватить кусок пирога, государственный нефтяной гигант во главе с всемогущим Игорем Сечиным хочет войти в прибыльное предприятие. Благодаря конкуренции внутри страны Газпрому придется хотя бы сильнее придерживаться правил конкуренции.